Добрый вечер, дорогие телезрители! В прямом эфире программа «Главное». Сегодня среда и, как обычно, по этим дням ее веду я, Нина Демогла. Сегодня мы обсудим, естественно, самую главную тему. Это тема, связанная с пандемией коронавируса, на то, как она влияет на политические, экономические и, конечно же, социальные вопросы, связанные с нашей жизнедеятельностью, с развитием нашей страны. И на эти темы мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. Это политолог Корнелю Чуря. Господин Чуря, здравствуйте. Я рада вас приветствовать в нашей студии. А также генералом, советником президента Виктором Гайчуком. Господин Гайчук, здравствуйте. Также спасибо огромное, что вы нашли время и присоединились к нашей беседе. Я также отмечу, что господин Гайчук к нам присоединился и поддержит наш эфир недолго, ответит на самые главные и волнующие нас с вами вопросы. А после этого к нам присоединятся по скайпу политолог, руководитель Института эффективной политики Виталий Андреевский, а также политолог, журналист Игорь Волницкий. Итак, начнем. Господин Чуря, как вы можете вообще охарактеризовать ситуацию относительно пандемии коронавируса и то, каким образом наши власти готовы были встретиться с этой инфекцией и как продвигается ситуация? Может быть, проведете краткий экскурс и по сравнению с другими странами? Конечно, нельзя не сравнивать, потому что нет сегодня четких индикаторов, критериев, согласно которым можно оценить действия произведительства. Ситуация новая и все познается в сравнении. Ну, говоря о нашей стране, мы находимся, как было уже объявлено, в начале четвертого так называемого сценария, когда все ресурсы государства в сфере здравоохранения задействованы в этом процессе. Мы только вошли в этот четвертый сценарий. У нас он рассчитывается, исходя из тысячи инфицированных. Скажем, румыны вошли 6 дней тому назад, а такие западные страны, как Италия, Испания, недавно уже находятся в этой ситуации. С этой точки зрения, конечно, можно сказать, что у нас все не так плохо, как могло бы быть. Тем более, что если исходить из классификаций, которые раньше делали и которые сейчас уже не годны, они никчемны, то можно сказать, что все эти страны, которые давно уже попали в эту удручающую ситуацию в Европе, они намного были выше наш по разным показателям. А Молдова, кстати, по противодействию эпидемии имела самый худший индикатор из четырех параметров. Но вы хотите сказать, что сейчас все наоборот? Не все наоборот. Просто вся шкала оценок меняется. И поэтому нужно просто сравнивать по странам. Конечно же, если брать страны, то мы где-то посередине где-то находимся. В принципе, это неплохо. Конечно, у нас все-таки немножко похуже. Вот можно сравнить с Грузией. Из тех стран, которые мы обычно сравниваем, вот страна восточного партнерства Грузия, она считается, скажем, лидером по борьбе с коронавирусом. Там всего лишь 200 инфицированных, 200 с чем-то. Ну, трое или четверо умерли. И все сейчас хвалят Грузию как страну передовую в этом плане. А Белоруссия? Там вообще никаких мер не было? Да, я про Белоруссию не говорю. Но вот Украина, она, конечно, исходя из официальной цифры, 1600 инфицированных, чуть больше, вроде бы лучше, чем Молдова двигается, потому что количество офицированных меньше, хотя умерших больше, там, за 50. Но, с другой стороны, понятно, что тестирование там пока что не проводится пропорционально с нашей, и поэтому даже Молдову с Украиной сложно сравнивать, потому что вот количество тестированных тоже влияет на качество. А с Испанией, Италией, Францией? Там, что сравнивать, они уже вошли, надеюсь, что они выходят из этой кризисной ситуации, когда все ресурсы государства работали не на 100%. Нельзя сказать, что система здравоохранения там распалась, что там произошла катастрофа, но они работали на пределе, даже превозмогая, переходя этот предел, то больницы, чего уж греха-то, и то морги были просто заполнены, там вся эта система трещала по швам, вот вроде бы сейчас ситуация улучшается немножко, но нужно перекреститься, потому что это не факт, что так будет. Пока что они держатся, и слава богу, что держатся. Ну, в этом смысле у нас не дожгли до... Казалось бы, социально развитые страны, которые всегда ставили в пример, и по степени здравоохранения, и по социальной защите, и по другим индикаторам, и сегодня, в принципе... Ну, обычно, пока что, вот предварительные анализы, которые делаются, исходят из того, что Испания и Италия культурологически плохо противодействуют эпидемии, там люди, ну, об этом говорились культурно, привыкли много в возрасте, привыкли жить вместе, постоянно целуются, постоянно там братаются, и вот все эти элементы сказываются, ну, и плюс южный темперамент, южная политика, вот второй фактор считается не особенно эффективное управление, и в Испании новое правительство, коалиционное, которое поздно начало двигаться, ну, и в Италии правительство не очень эффективно, вот этот фактор тоже сказывается. Спасибо большое, господин Чуря. Господин Гайчук, в принципе, я сюда пригласила вас в нашу студию, потому что каждый раз мы в этой студии встречаемся с людьми, которые так или иначе содействуют и участвуют в социальном развитии или защите определенных категорий граждан, живущих у нас в стране, тем более вот в той ситуации, в которой оказались мы. Я вам процитирую президента Игоря Дадона, который написал сегодня у себя в телеграм-канале, провел рабочую встречу с дивизионным генералом Виктором Гайчуком, председателем союза офицеров-советником президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности Республики Молдова. С ним мы рассмотрели просьбу генерала изыскать средства для оказания социальной помощи ветеранам-инвалидам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и вооруженного конфликта на Днестре 1992 года. Я поддержала эту инициативу, подчеркнув, что ветераны-инвалиды войны, которые пожертвовали здоровьем ради страны, заслужили внимание и помощь страны властей, особенно с учетом кризисной ситуации, в которой мы сегодня все оказались. Господин Гайчук, я как поняла, что Вы инициатор того, о чем писал господин президент. Я хотела бы, чтобы Вы по порядку рассказали нам, каким образом ведете ли Вы сейчас беседы? Общаетесь ли как-то с офицерами, с ветеранами данного конфликта? И о какой поддержке шла речь? Каким образом и какой категории кому именно будет оказываться эта помощь? Если позволите, я все равно хочу добавить... Пожалуйста, пожалуйста, да. ...ситуацию, и я хочу сказать, что мне кажется, абсолютно правильная и трезвая оценка обстановки. Лучше всего, конечно, не... Мы можем оценить, это может оценить ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения. Есть представитель Всемирной Организации здесь у нас в Молдове, который монетизирует наши действия, все принятые действия. И я хочу сказать, что вот когда у нас первый случай был седьмого числа, то на второй же день утром я, будучи министром обороны, запретил, создал карантин. После этого же, опять же, правительство в ближайшие... Кажется, прошло четыре дня, и мы уже выдвинули предложение, чтобы парламент принял чрезвычайную ситуацию. Вот эти меры, которые мы шли на опережение, то есть мы чувствовали, что это идет к нам, то на опережение, вот это и позволило нам смягчить удар тот, который все равно сосредоточился. Скажите, Григорьчук, а я помню, кстати, ваша... Вы помните, да? Да. А насчет Грузии я скажу так, конечно, у нас проблема, ну это не проблема, так расположено, сколько граждан у нас за рубежом с Италией оттуда привезли. Вот первый человек, который прилетел к нам с этой болезнью, его в самолете уже обнаружили, вот эта женщина, вот оттуда привезли этот коронавирус. Поэтому у нас очень много, и мы сейчас, сегодня приезжаем, вот, и если вы слышите, вот каждый день мы заявляем, что вот импортировано, вот импортировано, то есть с Великобритании, с Российской Федерации, с Германией, с Францией, отовсюду, вот наши люди, наши граждане возвращаются. Я считаю это правильно, потому что это их родина, да. Но вот поэтому, если бы не было вот этого импорта, то у нас еще меньше, может быть, было. Ну, я действительно считаю, что по сравнению с Италией, по сравнению с Испанией, где огромные трудности в этой проблеме... Кстати, вот раз господин Гайчук затронул эту тему, я напомню, что на данный момент, вот на данный час в Молдове 1174 заболевших, 43 человека выздоровело, 27 человек, к сожалению, покинули этот мир. И господин Гайчук, хочу вас спросить, я помню, кстати, то ваше распоряжение. Скажите, когда вы издавали распоряжение в качестве министра о том, что во всех воинских частях нашей страны объявлен карантин и предпринимали какие-то определенные меры, вы действовали по каким-то собственным инициативам, общались с какими-то коллегами из других стран или же следовали рекомендациям ВОЗ? Нет, в данном случае по собственному, по внутреннему... Исходя из своего опыта работы. Хорошо, господин Гайчук, вернемся тогда к моему вопросу по поводу вашей встречи и по поводу помощи ветеранам военной институты. Значит, конечно, я общаюсь, я же председатель союза офицеров, и, конечно, я знаю практически всех, ну не всех ветеранов, потому что их всего лишь 35 752 человека, и всех знать нельзя, но всех председателей я знаю, со всеми общаюсь. Хочу еще сказать, Министерство обороны создало линию связи с ветеранами, и я вот спросил, говорю, какие, там уже 50 человек позвонило, говорю, какие основные просьбы? Какие же пожелания? Ну вот вырисовывается, что самое основное, это продукты питания. И я знаю, что у нас в стране 714 ветеранов войны инвалидов, первой, второй и третьей группы. Конечно, 35 тысяч сразу помочь, это я понимаю, я реалист, я понимаю, что это сложно, а вот кому труднее в магазин пойти? Конечно, инвалидам, литерический вопрос. И им вообще трудно по жизни. Ну и вот была такая идея, обратился к президенту, он поддержал, ну и морально, и финансово. Это дает мне право использовать его имя для того, чтобы я обратился к другим людям доброй воли, чтобы они мне помогли. И я уверен, что в кратчайшие сроки я смогу собрать 714 продуктовых пакетов, я надеюсь, это будет в районе 150-200 лей каждый пакет, который будет вручен каждому ветерану войны инвалиду во всей нашей стране. При этом я буду использовать, сразу, наверное, я предвещаю ваш вопрос, значит, я привлек союз офицеров, воинов афганцев, унюня ветеранов в Дентрасснистре, ассоциация ветеранов Святого Георгия, ветераны. Я думаю, что мы можем привлечь еще и военные комиссариаты, которые есть, которые тоже помогут. Но при этом, конечно, будет задача поставлена, чтобы, во-первых, самим не инфицироваться, второе, не привести ветерану это, то есть будут сделаны мелкие группы в каждом районе, чтобы, ну, скажем так, обезопасить себя и того человека, 100%. Поэтому я надеюсь, мы не будем это, говорится, делать нахрапом или к определенному дню, я надеюсь, что вот через неделю у меня уже это все будет, и в течение месяца постепенно будем каждому воину инвалиду это доставить. Хорошо, господин Гайчук, вот, например, сейчас очень много... Еще обещал один еще средства вот этим... Дезинфектанты. Да, каждому еще. Дезинфектанты, да, это необходимый продукт, и очень правильно, что вы сейчас говорите о том, что будут соблюдены все меры карантина. Скажите, ну, сейчас наверняка наши телезрители смотрят, и некоторые из них задаются вопросом, кто-то хочет помочь этим ветеранам. Каким образом они могут сделать это, вот, учитывая то, что у нас сейчас настолько строгие меры в стране? Ну, даже как... Если есть особое желание, то мы можем дать счет фонда. Есть фонд Союза офицеров, можно перечислить. Нету доверия, можно самому купить эти продукты. Но тогда, наверное, будет... Знаете, было бы желание. Я уже в вашей студии, я уже говорил, мой телефон не изменился. Я не изменил телефон. То есть, или Ассоциация Союза офицеров, есть электронные адреса, есть какие-то контакты в интернете, можно найти, можно связаться, и все необходимое передать. Да, абсолютно право. Господин Гайчук, может быть, вы в общем еще расскажете, как сейчас живут эти ветераны, чем они живут, принимаются или разрабатываются ли какие-то меры в поддержку этих людей? Потому что, в принципе, это все-таки люди, которые всегда, к сожалению, входят в особую категорию людей и которые более уязвимы. И постоянно за 30 лет существования нашей страны они всегда чувствуют себя, ну, можно так сказать, использованными и постоянно об этом говорят. Но власти в основном не предпринимают каких-либо действий в поддержку этой категории. Ну, я не знаю, следили вы за движением событий или развитием событий, когда я был председателем Национального совета по проблемам ветеранов. Мы, я считаю, что на тот момент правительство приняло очень много важных решений в поддержку, это как и полисы страхования, если вы помните, 5000 человек, да? Это и вдовам по 250 лей, и было спланировано индемизация пособия, которое было 300, чтобы было 500 лей, больше мест в крепор, то есть было определенное количество мероприятий сделано, много для этого. Но вот, к сожалению, скажем так, вот эта напасть, которая пришла, она на наши планы чуть-чуть... Ну, и тут вы продолжаете как-то этих людей поддерживать и создавать какие-то определенные... Знаете, всегда надо заботиться о самом бедном, потому что командиры, начальники, они более-менее обеспеченные. А вот именно я так, для меня вот так создал, что именно вот инвалиды войны, вот они самые уязвимые, и им надо помочь. И мы им поможем. И я хочу сказать, что ветераны не только ждут, вот сидя дома, есть, которые мне звонят и говорят, как вы сказали, Виктор Ильич, чем помочь? Мы готовы выйти и помочь. Поэтому есть, которые просят, чтобы их призвали на службу, есть, которые, ну, просят, давайте, чем мы можем помочь армии, чем мы можем помочь врачам. Да, разные люди, поэтому я считаю, что наши ветераны, которые защищали нашу страну, которые выполняли воинский долг, они по-прежнему любят свою родину. Спасибо огромное, господин Гайчук. Это действительно очень хорошая, добрая инициатива. Напомните, пожалуйста, еще один раз, если кто-то из телезрителей захочет помочь, я понимаю, что сегодня только эта инициатива была утверждена руководством страны, высшим руководством. Я понимаю, что сейчас вы разрабатываете и комиссию, и меры, как вы будете это шаг за шагом осуществлять. Вот все-таки те, кто захочет с вами связаться, Союз офицеров Молдовы, то есть по номерам телефонов, да, в интернете можно найти эту ассоциацию и обязательно им подскажут, каким образом принять участие в этой акции. Ну и напомню, 069 27 47 69. Ну и лично с вами. Все, Виктор Иванович, спасибо вам огромное за участие, за ответы и за то, что рассказали об этой интересной акции, о том, чем живут ветераны войны на Днестре. Спасибо огромное. Я напомню, что господин Гайчук пришел к нам в суде для того, чтобы ответить на самые главные, самые важные вопросы. И теперь мы продолжаем нашу беседу с господином Корнелием Чуре, и также чуть позже к нам присоединятся господин Андреевский и Игорь Волницкий. Спасибо еще раз, господин Гайчук, огромное. Господин Чуре, в продолжении нашей беседы, согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, число зараженных COVID-19 в Молдове может достигнуть цифры 28 тысяч человек. Руководство страны заявляет, что мы абсолютно полностью готовы к таким цифрам. На ваш взгляд, как считаете вы? Ну пока мне сложно представить, что мы достигнем этого рубежа, хотя я видел и прогнозы более даже, и говорят, что и до 30 тысяч. Но исходя из темпов роста вот инфицированных, пока что, ну, мы, конечно, не выросли за последнее время, но вроде бы стабилизировался этот рост уровня 100 инфицированных, чуть-чуть больше в день, и, как мне кажется, пока что этот рост чуть-чуть замедлился. Вы думаете, что будет идти на спад или будет обострение? Я ничего не думаю, но мне кажется, что вот такого сильного всплеска, ну, исходя из тех мер, которые были предприняты, все-таки карантин, ну, я бы даже, несмотря на те меры наказания, которые были предприняты, мне кажется, что относительно дисциплинированно ведут себя в Молдаване и в городе. Ну, говорят, что в городе пробки целыми днями, то есть, насколько придерживаются мер самоизоляции. Я не знаю, насколько это правда, я тоже по возможности, конечно, стараюсь самоизолироваться, и в городе не бываю. Но если будет этот карантин соблюдаться, если люди будут находиться в изоляции, тогда, мне кажется, что мы имеем право надеяться на более оптимистические сценарии. Мне так кажется, что цифра 28 тысяч или 30 тысяч, это исходя из так называемого worst case scenario, то есть, самый плохой сценарий, один из самых плохих сценариев, который может случиться. Но если он произойдет, то мне кажется, что тогда наша система здравоохранения будет очень сильно перегружена и, конечно же, будет работать на износ. Желательно не достигать вот такого уровня, потому что не хочется и докторов подставлять, и желательно, чтобы все соблюдали вот этот карантин, о котором... Говорят специалисты. И чтобы чрезвычайное положение, оно срабатывало, то есть, те, которые должны предпринимать меры по порядку, по установлению порядку, они должны действовать и пресекать эти действия. Господин Чуря, а вот каким образом, вот мы много говорим о том, что вот фейковые новости, фейковые новости. Вы знаете, вчера вечером буквально высокообразованный человек, очень интеллигентный человек, вполне серьезно заявляет мне, что все тесты, которые на вот ковид у нас в Молдове, они все заражены, что ни в коем случае нельзя обращаться в медицинские учреждения в случае чего. То есть я, конечно же, и присылают мне какое-то видео и сообщение. Это не первый казус, не первый случай. Я, конечно, объяснила этому человеку, что это неправда, что это просто провокация и так далее, что нужно только читать официальные источники. Но вы знаете, люди в потоке информационном, который сейчас у нас, с которым мы сталкиваемся, они не в состоянии различать, где официальные новости, где неофициальные. Как простому человеку черпать правильную информацию? Люди падают до сенсации, поэтому, конечно же, вот такие жареные новости, фейки, которые сейчас могут подпасть и по статье, если обнаружат тех, которые их придумывают и распространяют. Конечно же, люди реагируют на это, но я, как человек, который занимается информацией, распространением информации, скажем так, то я скажу, что, конечно, определенная настороженность по отношению к этим фейкам есть у всех людей. Даже те, которые доверяют этим новостям, но они не верят на 100% в это. Они, конечно же, читают, им кажется, эта информация интересная, но они ее распространяют с умыслом таким проверить ее, что скажут другие. Поэтому, в принципе, вот в процессе дискуссии, особенно, когда появляются официальные лица на пресс-конференции, эти брифинги, они очень важны для того, чтобы развеивать вот эти сомнения, которые возникают у граждан, которые читают фейки, сфабрикованные новости, в которых очень много дезинформации. А то, что идет определенная информационная война во всем мире во время коронавируса, это вообще известно. Все считают, что многие новости вот такого с умыслом посеять панические настроения, они делаются умышленно. Есть определенные центры. Для того, чтобы повысить свой рейтинг. Для того, чтобы повысить свой рейтинг, для того, чтобы создать определенную дестабилизацию в определенных странах. То есть, всегда это делалось и делается и сейчас, но в то же время, конечно же, общество, все общества и наши, в частности, должны научиться противодействовать этим информационным войнам. А это значит не доверять на 100% тем информационным потокам, которые идут, проверять все время информацию, которая доносится, и слушать информированные и официальные источники, которые дают относительно, тоже не 100% правду. Конечно же, официальные источники тоже не дают истину в последней инстанции, но это определенная информация, которой более или менее можно доверять. По крайней мере, ее можно проверять, перепроверять. В то время, как эти потоки информационные с дезами, они надеются на то, что люди не будут проверять эти информации. Понятно. Спасибо большое, господин Чурья. Я, как понимаю, у нас один из гостей на связи с нами по скайпу. Я правильно понимаю? Господин Андреевский, мы ждем его в эфире, господина Андреевского. Хорошо. Господин Чурья, хотела бы у вас спросить, на ваш взгляд, как быстро Молдова вообще выйдет из карантина? Многие, вы знаете, что предполагают, что 15 мая, до 15 мая, вот это крайний срок того, когда мы еще будем придерживаться этих жестких норм. Ну, да, чрезвычайное положение, оно длится определенный срок, но, конечно, желательно выйти как можно быстрее, ведь у этого карантина и соблюдение правил социальной дистанции, самоизоляция и соблюдание правил социальной дистанции есть отрицательные, скажем, негативные последствия. Прежде всего, в экономическом плане, поэтому некоторые страны попытались с самого начала не столько бороться с коронавирусом, сколько уменьшить негативные последствия экономического кризиса, которые могли. И, кстати, многие из них прогорели на этом, скажем, в Великобритании или США, которые надеялись очень сильно, кстати, и культурологически они меньше предрасположены к распространению эпидемии в их обществах, они надеялись, что не будут вводить жесткие меры для того, чтобы спасти свою экономику. Сейчас их ситуация резко ухудшается, то есть единственный способ эффективной борьбы с коронавирусом на сегодняшний день это тестирование, это наблюдение за вот этими очагами и самоизоляция. Вот эти три меры, которые могут помочь нам победить коронавирус. Понятно. Спасибо, господин Чуря. А у нас на связи, как мне сказали, господин Андреевский. Господин Андреевский, добрый вечер. Как меня слышно? Добрый вечер. Я слышу хорошо вас. Как ваши дела, как самочувствие, как получается переносить вынужденную самоизоляцию? Ну, наверное, вам там на свободе лучше, чем мне, но у меня тоже все нормально. Я привык к самоизоляции, я давно привык работать дома. Единственное, что мне не хватает, это прогулок. Я не могу пойти в дендрарь и пройти свои ежедневные 10 тысяч шагов. Это большая беда для меня, но придется потерпеть еще немного. Понятно. Мы, кстати, тоже придерживаемся мер самоизоляции, но не можем ставить наших телезрителей в информационном вакууме, поэтому рискуем для того, чтобы все-таки телезрители были в курсе достоверной и правильной информации. Все-таки хорошо, господин Андреевский, а кемеры предпринимаете лично вы для того, чтобы обезопасить себя и близких еще, кроме самоизоляции? Ну, то, что уже у вас говорили, когда выхожу на улицу, это только магазин, маска, перчатки. Потом тщательно-тщательно мою руки. Это уже стало как что-то тем болезненным. Я уже начал по 10, 20, 30 раз в день мыть руки. Но, в всяком случае, что-то стараюсь делать. Понятно. Скажите, господин Андреевский, из анализа ситуации в общем у нас в стране, какие выводы вы можете сделать о работе спецкомиссии наших властей в целом? Ну, вы знаете, как принято говорить, никто нас не готовил к тому, что произошло. Это действительно, как бы, ну, большая беда. И надо сказать, что в целом власть справляется, комиссия справляется, премьер-министр справляется с решением этой задачи. Но есть и серьезные пробелы. Я бы выделил, ну, наверное, один и самый главный. Очень мало сделали, чтобы обеспечить медицинских работников средствами защиты. У нас сегодня заболело около 300 медицинских работников. И я думаю, что определенная, большая часть вины за это ложится на власть. Понятно. Хорошо, господин Андреевский, а есть ли опыт каких-то других стран зарубежных, ближнего, дальнего зарубежья, стран, которые бы вы могли поставить в пример, или которые, ну, наверное, не в пример, стран, опыт которых мы можем перенять в плане борьбы с коронавирусом? Ну, вы знаете, нет, наверное, такого идеального опыта, чтобы сейчас я или кто-нибудь другой сказал, вот делаем так, как сделали в этой стране, и все у нас будет замечательно. Мы можем делать так, как в Китае, но, к сожалению, у нас нет китайцев. Поэтому вот эта жесткая дисциплина и где-то в каких-то вещах и принуждения, они у нас, я не думаю, что очень сработают. Что касается других стран, где больше вольности и так далее, мы видим, что тоже они, как бы уже коллега говорил, не дают особых результатов, а больше того даже дают результаты со знаком минус. Ну, может быть, примерно более-менее хорошо, пока обстоит дело в Германии. Там они как-то так разумно сочетают и принуждения, и поощрения, и им удается сдерживать вот эти темпы роста заболеваемости. Понятно. На ваш взгляд, как быстро Молдова выйдет из этого карантина? Ну, вы знаете, я думаю, нет особых проблем выйти из карантина. Ничего не вечно под луной, в том числе и коронавирус. Установится более-менее теплая погода, и вирус может отойти. Но я не знаю, в каком состоянии мы выйдем, я имею в виду общество, экономика, из этой ситуации. Потому что коронавирус нанес нам страшный удар по экономике, по социальной сфере. И выход из эпидемии – это только, ну, большая, но на самом деле не решающая фаза дальнейшего нашего развития. Чудо не произойдет, чтобы мы вышли и сразу хорошо зажили. Будут очень много проблем. Понятно. О том, с какими проблемами политического или социального и экономического характера мы столкнемся, мы обсудим после короткой рекламной паузы. Господин Андреевский, я вас прошу оставаться на связи. Мы продолжим нашу беседу очень скоро. Не переключайтесь. У нас в гостях политолог Корнелий Учуря. Мы сейчас находимся на связи по скайпу с политологом директора Института эффективной политики Виталием Андреевским. Чуть позже к нам подключится также журналист-политолог Игорь Волницкий. Господин Андреевский, в продолжении нашей беседы, хочу у вас спросить. Президент предложил мораторий на политические дебаты. Партия социалистов его поддержала. Что означает вообще мораторий на политические дебаты и каким образом это будет реализовано в нашей стране? Что вы понимаете под этим призывом? Вот хорошо бы понять, что понимает под этим президент, выступая с этим призывом, и что понимает под этим партия социалистов, которая поспешила одобрям предложению президента. Я, например, под этим понимаю следующее, что политические партии перейдут из каких-то враждебных расприй, закопают топор войны и начнут вместе бороться с общим врагом под названием коронавирус. Я это понимаю так, но я не общалась с президентом и не спрашивала, что под его пониманием, что он подразумевал. Я думаю, что в принципе это было то же самое или нет? Ну давайте так, я тоже писал об этом, что надо зарыть топор войны, но когда я писал об этом, я имел в виду следующее, что сейчас на какой-то период надо забыть о том, чтобы выводить людей на площади. И я думаю, ни один уважающий себя оппозиционер и уважающий граждан Молдовы не выступит с таким призывом. Я думаю, что сейчас, я повторяю слово сейчас, не время требовать досрочных парламентских выборов, потому что это нереально. Во-первых, у нас чрезвычайное положение, во-вторых, у нас эпидемия. Сейчас невозможно проводить никакие выборы. Вот президент должен был четко сказать, давайте вот до такого-то числа снимем вот эти вещи, не будем их обсуждать. А потом, пожалуйста, я готов с вами обсуждать любые вопросы, досрочные выборы, и если вы хотите импичмент президента, или если вы хотите изменения каких-то в системе и так далее. Это первое. Второе. Понимаете, мораторий, это очень такое, ну, слово, аж почему нельзя критиковать власть? Вот я сейчас критикую власть, что не обеспечили медицинских работникам средствами защиты. Ну, хорошо, я как бы не политик. А если это будет говорить политик, так как это понимать? Он нарушил мораторий, я понимаю, что это не закон, это просто благие пожелания. Или политик критикует власть за то, что плохо проводят доставку медицинского оборудования в Молдову. Или за какие-то другие вещи, ну, где действительно надо критиковать власть. Или, допустим, такое. Ну, как это можно было допустить, что когда правительство выступило вот с этой инициативой о внедрении некоторых законов, и парламент должен был или отказать, или поддержать, как бы, эту инициативу. Но, во всяком случае, если бы он не отказал, она вступала бы. Почему социалисты трусливо убежали и не стали обсуждать эту инициативу? Почему они все время говорят, надо выслушивать все точки зрения, не дали возможности оппозиции на трибуне озвучить свою точку зрения? Почему они не вместе с оппозицией начали искать выход из этой ситуации? Они что, умнее всех? Ну, да, у нас плохая оппозиция, я много критиковал, еще буду критиковать. Но это не значит, что надо всем закрывать рот и только самим принимать какие-то решения. Понятно, хорошо. Скажите, господин Андреевский, вот выборы президента. На днях, на прошлой неделе, господин Дьяков написал у себя в фейсбуке пост, который в основном подразумевал одну мысль, что мы должны вернуться к президентским выборам в парламенте. Я признаюсь, что даже в эфире я говорила с господин Дьяковым, говорила он в эфире, давал тоже по скайпу для моей программы, для нашей программы, комментарий. Он там сказал о том, что он, это его было мнение на протяжении 30 лет, независимости Республики Молдовы, он настаивает и остается на своей позиции, что это было его личное мнение. Господин Филипп, Павел Филипп, сказал, что так же, что это было единоличное мнение господина Дьякова, в котором он не обязательно, и партия демократов не обязательно поддерживает его. Напомню, что потом господин Дьяков удалил этот пост с фейсбука. Партия социалистов выступила с заявлением по поводу того, что они за прямые всенародные выборы президента. Скажите, пожалуйста, свойственно ли вам из всего этого думать о том, что идет какая-то игра, или же это просто заявление политика в фейсбуке, который, в принципе, имеет право высказывать свою точку зрения, и ничего за этим не стоит? Ну, это действительно позиция Дьякова, это не новая позиция, он ее постоянно озвучивает, действительно, последние многие годы он выступает за это. И в этой позиции есть рациональное зерно, оно в том, что президент Молдовы очень ограничен в полномочиях, и мы его выбираем всенародно. А когда получается, что в парламенте другое парламентское большинство, то это просто смешная вот эта фигура президента, который ничего не может решить в стране, даже с инициативами какими-то выступить, потому что знает, что оппозиционно настроенные силы в парламенте его не поддержит. У меня другая немножко точка зрения. Я считаю, что президент должен выбираться выборными лицами. Это все примары, это все советники, депутаты, скажем, всех уровней. Это свыше 10 тысяч человек, может быть, даже больше. Но, вы знаете, я вообще прихожу к мнению, что президента избирать, как мы будем, это надо отнести немножко дальше. То есть не сейчас к этим выборам принимать закон, а к следующим выборам. Потому что любое принятие закона или изменение в конституционном суде к этим выборам будет рассматриваться как попытка власти что-то сделать для себя. И это вызовет очень большое возмущение в обществе. А сейчас, мне кажется, надо пойти по такому пути. Надо осенью провести одновременно выборы президента и парламента. Объясняю свою позицию, почему я так считаю. Не знаю, может быть, будут какие-то социологические опросы, которые покажут, что что-то изменилось в обществе, что общество успокоилось. Но по моей информации, по тем закрытым опросам, которые я знаю, сейчас проводятся некоторыми, в обществе, как там есть у известного американского писателя Сенбека, гроздья гнева. То есть общество может взорваться. И чтобы этот взрыв не произошел, значит, надо выпустить пары с котла. И таким выпуском могут стать выборы парламента вместе с президентом. Насколько это реальная перспектива? Слушайте, все в руках парламента. Парламент может любые решения принять. Я не знаю, что сейчас может заставить демократов и социалистов сценицировать досрочные парламентские выборы. Ну ладно, посмотрим, в это время покажет. Нина, вы прекрасно знаете. И это самый худший вариант. Улица, площадь. И это, я повторяю, будет самый худший вариант для социалистов и демократов. Когда они не сами это сделают, а когда площадь потребует это сделать. И они вынуждены будут это сделать. Поэтому пусть взвесят на весах и одно, и второе, и примут правильное решение. В завершении нашей беседы, господин Андреевский, хотела бы у вас быстро спросить. Вот пандемия коронавируса. Может ли она создать условия, я сейчас говорю о крупных геополитических игроках и об экономических игроках, о транснациональных корпорациях. Каким образом они смогут и насколько они смогут изменить правила геополитической игры? То есть будет какая-то геополитическая ротация. И я говорю сейчас о тех субъектах, о которых я сказала. Как они смогут переиграть ситуацию для того, чтобы распространить свой контроль на большее количество стран или на большее количество сфер нашей жизни? Вы знаете, я не очень большой специалист такой большой геополитики, но выскажу свое мнение. Мне кажется, что крупный бизнес не только выживет, но он укрепит свои позиции. Кстати, он сейчас живет и в Азии, и в Соединенных Штатах Америки, в Европе. Он сохраняется, он работает. Это первое. И второе, я не исключаю, что может быть под давлением крупного бизнеса, может быть под давлением каких-то других обстоятельств начнутся укрепляться авторитарные режимы в многих странах и начнется такая немножко политическая обособленность стран. Экономически это невозможно, хотя тоже будут пытаться некоторые страны, как сейчас Соединенные Штаты Америки, пытаются немножко обособиться, но я не исключаю, что вырастут вот эти национальные границы и появится так называемый национальный эгоизм. То есть на первом месте будут свои интересы, а на втором, третьем уже будут какие-то другие интересы. К сожалению, это может аукнуться и Молдове, что мы выпадем из интересов каких-то крупных игроков, ну в первую очередь Европейского Союза, и спасение утопающих должно стать делом рук самих утопающих. Рук самих утопающих. Понятно. Господин Андреевский, спасибо вам огромное за столь исчерпывающую и интересную беседу. Я желаю вам хорошего вечера, доброго здоровья, берегите себя, до новых встреч. Да, и вам всего хорошего. До свидания. Буквально через 5 минут к нам присоединиться к нашей беседе политолог и журналист Игорь Волницкий, поэтому через 4-5 минут я попрошу нашего звукооператора связаться с ним. А пока я хотела бы вот именно с вами, господин Чуря, обсудить более детально этот вопрос. Вы не раз мне говорили, что мир не будет таким. Именно говоря о геополитике, хотелось бы вот у вас спросить, вот как и изменится ли правило игры, изменится ли влияние стран, которые захотят взять под свой контроль другие страны или сферы нашей жизнедеятельности? Ну, пока что претенденты, они известны на изменение структуры мира, на многополярность. Это полярность, это Китай прежде всего, это Россия. И вот эти крупные страны. Кстати, будет зависеть очень многое от того, как они справятся с вирусом. Китай вроде бы неплохо справляется, хотя появились сомнения по поводу статистических раскладов, которые они представляют мировому сообществу. Ну, Бухани с ее цензурой в Китае, в общем, я говорю, то есть можно верить этим слухам. Да, но вот эти страны, вот господин Андреевский говорил об определенной авторитарности, которая будет соседствовать обязательно с определенной закрытостью, будут сформироваться определенные сферы влияния, в которых вот эта глобалистская элита, транснациональные корпорации, как вы их называли, вот те, которые сейчас правят этим миром, особенно не будут иметь большого влияния. То есть мир поделится на несколько кусков. И также, как бы объясняя, о чем говорил господин Андреевский, Молдова попадет в один из этих кусков, который не обязательно будет тот кусок, который будет находиться под контролем Евросоюза, куда мы до сих пор стремились, ну, по крайней мере, часть нашего общества. Вот это один из возможных вариантов, на который надеются те, которые хотели бы изменить данную структуру мира. Кстати, этому содействуют и сами американцы в последнее время, потому что они не особенно готовы защищать вот этот глобалистский, либеральный, неолиберальный мир, о котором говорится. Но есть и другие мнения. Многие считают, что раз господин Андреевский говорил о том, что о старых проблемах Республики Молдова, о избрании президента, о досрочных выборах, это значит, что многих не особенно беспокоит будущее нашего мира, что вот эта пандемия, она как пришла, так и уйдет, не оставив сильных следов, а мир продолжит свое либеральное, триумфальное шествие, которое было до пандемии. Вот в Молдове, кстати, есть такое мнение, потому что мы видим, что люди возвращаются к старым проблемам. Мы еще не готовы размышлять о пандемии коронавируса как о нечто, которое меняет мир. Мы думаем, что пандемия скоро исчезнет, возникнут какие-то экономические проблемы, мы им решим, а потом мы сразу же пойдем на досрочные выборы и будем вместе с президентскими, вот так, как объяснял господин Андреевский. Я считаю, что вот такое видение, оно может и не сработать, потому что мир будет меняться после пандемии. Хорошо, господин Чури, я очень активно читаю телеграм-каналы, которые созданы в том числе и не только в нашей стране. Кстати, подобные вопросы хочу задать, попрошу прокомментировать и господина Волницкого. Господин Волницкий, я рада вас приветствовать. Как вы живы-здоровы? Вроде бы, да. Спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Вот я хотела бы сейчас... Давайте, может быть, вы сначала прокомментируйте. Вот буквально сегодня, господин Волницкий, я что прочитала, если мы говорим сейчас о геополитике. Прочитала, что США намерены заблокировать выделение международным валютным фондом кредита Ирану на 5 миллиардов долларов, которые он запросил для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. Также тут с юмором есть новость, да. С сарказмом написано о солидарности Запада последних дней. Стало известно два дня назад, что Меркель заявила, что важно провести расследование ситуации вокруг медицинских масок для Берлина, которые так и не добрались до заказчика. Партия защитных масок, которую полиция Берлина заказала у американского производителя, конфисковали в аэропорту Бангкока, тут упоминается. И есть очень много комментариев, вроде того, что грабят друг друга, и это и есть солидарность Запада. Но вот действительно мы видим, что в Западном мире сейчас не все так гладко, и те призывы о солидарности, они по началу борьбы с коронавирусом, даже с самого начала, были видны какие-то сомнительные шаги или моменты. Поправьте меня, если я не права. Что происходит? Вы знаете, солидарность может проявиться тогда, когда, скажем, одна страна или несколько стран страдает в результате чего-то, и остальные объединяются, чтобы помочь этой стране и этим странам. Но в данном случае страдает вся планета, страдают все страны. И, конечно, говорить о солидарности в тех терминах, которые мы привыкли рассматривать, эту самую солидарность, конечно, уже не приходится. Происходит много странных вещей, я бы назвал, в последнее время. И вот вы упомянули о том случае, что Германия заказала маски, и произошел определенный инцидент. Вот есть и другой инцидент, который говорит о том же самом, инцидент, когда власти Франции обвинили, опять же, такие США, что партия масок, которые они заказали в Китае, практически была перекуплена американцами за три цены, буквально перед взлетом самолета. И самолет остался там на земле и просто поменял потом направление. Он не стал летать из Китая во Францию, а стал летать и в Америку. Конечно, это все прискорбно. Конечно, эти факты чуть-чуть меняют наше представление о солидарности, о том, что СССР представляет современный мир. Но совершенно очевидно, что после того, как пройдет эта пандемия, в конце концов, любая пандемия проходит, вопрос о том, сколько она продлится, мир, современный мир будет выглядеть совсем по-другому. Мы уже видим некоторые тенденции. Есть страны, которые, например, ставят под сомнение, ну, я не знаю, эффективность своего дальнейшего пребывания в рамках Евросоюза. Часто эта тезис звучит в политических дебатах в Италии. Страна, которая очень сильно пострадала практически наравне с Испанией, это самые страны, европейские страны, которые пострадали больше всех. И вот итальянцы тоже ставят вопрос о солидарности, о том, стоит ли еще оставаться частью единственной Европы, как они говорят, после того, как так ним не проявили должную солидарность. Поэтому я говорю, что определенные призывы чувствуются и со стороны Ирландии, и со стороны других стран. Конечно, мир поменяется, и новый мир после пандемии COVID-19 будет выглядеть совсем по-другому. Понятно. Господин Волницкий, я вас прошу оставаться на связи. Еще есть много вопросов, которые я хочу с вами обсудить. Господин Чуря, как вы можете прокомментировать те новости, которые я процитировал? Они происходят часто. Мне кажется, что и Молдова могла бы пострадать из-за этого, потому что мы, как маленькая страна, конечно же, даже если покупаем определенные маски, халаты, тесты, то они не всегда доходят. Кстати, сейчас еще стоит вопрос, когда прибудет последняя партия, закупленная в Китай. После 15 апреля было заявлено, я, насколько знаю, это руководство. Вроде бы как все в порядке. Но видите, своя рубашка ближе к телу, и поэтому мы постоянно задаем себе эти вопросы. Естественно, то же самое делают американцы. Конечно, у них больше возможностей. Более того, я вам скажу, что в США, из той информации, которая у меня есть, не только правительство, федеральное правительство покупает. Все штаты США, а их 50, они тоже находятся сейчас на рынке, потому что не хватает всего этого материала, медматериала. И потому что из-за того, что Вашингтон не предоставляет в должном количестве, они сами становятся покупателями на рынке вот этих аппаратов, инструментов, масок и так далее. Поэтому, конечно же, очень увеличился спрос. И это в некоторой степени естественно. То есть, ну что смогли ответить французы на этот казус? Они сказали, ну мы не ковбои. И так оно и есть. Тот, у которого больше возможностей, он закупит больше. Важно, чтобы хватило и остальным. Ну, как мне кажется, несмотря на вот сильный дефицит всего этого, есть возможность предоставить большинству странам достаточное количество для того, чтобы вылезть из этой ситуации. Да, не хватает, но мы видим, что сегодня в Молдове было сделано 600 чем-то тестов. Это, по-моему, абсолютный рекорд. То есть, количество тестирования увеличивается, а это является, скажем так, первой гарантией того, что с этой эпидемией можно будет бороться. И ситуация находится под контролем. Ну, мы надеемся, что да, видя, что тестирование идет в гору, это означает, что возможности пропуска инфицированных меньше. Тем самым, как бы мы уменьшаем риски распространения этой болезни. И все-таки американцы нам тоже помогли. В Европе, да, возникли эти проблемы, в первую очередь связанные с Италией, с Испанией они получили, испанцы получили некачественные тесты из Китая. Кстати, это не только американцы. Несертифицированная компания предоставила испанцам тесты, которые на 30% всего лишь были качественными. Потом китайцы предоставили им другие тесты, которые на 50% давали точный результат. Поэтому проблемы существуют, но вы понимаете... Но, кстати, господин Чури, я вам хочу сказать, что Испания, она, кажется, первая, которая стала использовать экспресс-тесты. И все об этом говорили, что Всемирная организация здравоохранения просит не использовать эти тесты, так как они не являются наиболее качественными. И, в принципе, Молдова, и другие страны ближнего и дальнего зарубежья, я даже где-то читала статистику, те, которые придержались этим рекомендациям, а Испания, она, в принципе, не всегда, и, кстати, в самом большем проценте по сравнению с другими странами, не следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Ну, у них и ситуация по осложнению. Правда, не всегда эти рекомендации этой организации не являются... Истинные в последние станции, понятно, мир впервые столкнулся с таким... Были примеры, когда действия и советы этой организации по здравоохранению Всемирной были неточными и неправильными. Что касается... Они поверили статистике Китая с самого начала и строила политику Всемирную по борьбе с пандемией, исходя из тех данных, которые предоставлял Китай, что было не совсем правильно. Поэтому претензии можно предъявлять ко всем. Сейчас, как было уже сказано, определенное время работал принцип «каждый за себя», и, к сожалению, он приводил к этой закрытости. Но будем надеяться, что Евросоюз все-таки выдержит и будет держать этот удар. Да, сейчас в Италии есть определенные недовольства по поводу солидарности. Там появилась проблема коронабондов, займов. Общих займов европейских. Посмотрим, насколько Евросоюз сможет предоставить нужные средства экономические для того, чтобы бороться. Вроде бы деньги у них есть. Они предоставляют эти деньги как странам Евросоюза, так и странам восточного партнерства. Это было объявлено о крупных суммах, которые должны пойти в Украину, пойти в Молдову. Но пока что это только слова. Все-таки Евросоюз, как бюрократическая структура, очень медленно двигается. И это вызывает злость и недоверие со стороны партнеров. Понятно. Господин Волницкий, вы с нами на связи, все хорошо? Да, да. Господин Волницкий, я напомню, что президент на днях приложил мораторий на политические дебаты. Партия социалистов поддержала Игоря Дадона. Я сейчас объясню. Вот у нас был господин Андреевский на связи. Он не совсем понимает, что такое политический мораторий. Вот, например, меня волнует та ситуация, что мне, например, кажется, что в Украине и в Румынии, если мы говорим о соседних странах, в последнее время действительно политики как будто бы закопали топор войны и объединились на борьбу с общим врагом. У нас была очень непонятная ситуация на прошлой неделе, когда я напомню, что правительство приняло ряд законопроектов. В парламенте было объявлено заседание, где, в принципе, по словам власти, оппозиция должна была выдвинуть недоверие действиям правительству и тем законопроектам, которые они приняли. Оппозиция это, значит, комментировала так, что в ряде тех законопроектов, которые были связаны с чрезвычайным положением, то есть борьбой коронавируса, были другие экономические проекты, законопроекты сомнительные, так скажем, которые не совсем были связаны с чрезвычайным происшествием. Власти уверяют другое, говорят, что сегодня оппозиция возмущается, потому что ей нужна парламентская трибуна, им это надо для пиара, что они не пришли на последнее заседание парламента, потому что это небезопасно. В частности, я общалась с господином Дьяковым, он мне сказал, что они пришли только по причине того, что это небезопасно. Но, кстати, вчера стало известно, что один из сотрудников секретариата парламента болен коронавирусом, заражен COVID-19, и, в принципе, сейчас рассматривается ситуация, чтобы заседания парламента проводились онлайн. Первый вопрос из всего того, что я сказала. Насколько реально, что сегодня примирится оппозиция и власть, и будут бороться с общим врагом? Второй момент. Что имел в виду господин Дадон, на ваш взгляд, как политолога, как журналист с огромным политическим опытом? Вы знаете, если позволите мне судить через призму истории молдавской политики, я вам скажу, что ни разу, когда Молдове угрожала какая-нибудь опасность, ни разу оппозиция и власть не выступили единым фронтом. Всегда политическая борьба выходила на передний план, и это очень и очень плохо. Позвольте вам напомнить 2008 год, когда Молдова сталкивалась с наводнениями. И вот тогда, в 2008 году, когда у власти были коммунисты, оппозиция сыграла на некоторые промахи коммунистической власти и устроила, это было летом, точнее в июле и в начале августа, и устроила целую пиар-компанию. Почему? Потому что приближались выборы, приближались парламентские выборы, которые состоялись сначала в апреле 2009 года, а потом еще в июле. Потом наступил 2010 год, когда пруд вышел из своей матки в районе Ханчешт, в районе сел Абелень, Котумори, Сыротень, Немцень. Я тогда помню, уже была другая власть Молдова, уже к власти пришли демократические силы, а коммунисты были в оппозиции. Помните, какие тогда сказки рассказывали, для того только, чтобы отвлечься от того, что происходило в Луньке, в районе этих сел. То намеренно взорвали какую-то дамбу, то чуть ли не румынские спецслужбы там что-то делали. Это привычная ситуация для молдавского политического класса. Ни разу молдавский политический класс не мог сплотиться, когда в стране угрожала реальная опасность, а наводнения 2010-2008 года, о котором я упомянул, локальные наводнения в Молдове, не могут сравниться даже на уровне 10% с той пандемией, с которой мы сталкиваемся сейчас. Я никого не хочу ни обелить, никого не хочу ни критиковать, ни обвинять ни в чем. Но я всего лишь констатирую факты. Сейчас я работаю над новым выпуском истории молдавских партий, истории молдавской политики. Я выпускаю каждые 5 лет по одному выпуску. Мне страшно, когда я делаю эти заметки для нового выпуска, мне страшно становится, что я пишу все это. А как это будет выглядеть на бумаге? Да, есть промахи со стороны властей, есть промахи со стороны оппозиции. Но все, что мы можем констатировать на данном этапе, что опять в целом молдавский политический класс не выдержал тест на, я не знаю, что ли, на ответственности перед гражданами, на ту тему, чтобы сплотиться наконец-то перед лицом общей опасности. То есть, конечно, каждый раз, кстати, очень важный момент. В 2008 году, о котором я упомянул, и в 2010 году на носу были выборы. И это оправдывало в некоторой степени поведение партии и политиков. Сейчас у нас на носу президентские выборы, если их не отменят из-за этой пандемии, потому что не исключена и вторая волна, никто не знает, когда закончится и первая волна COVID-19. Но, тем не менее, пока они маячат на горизонте эти выборы, молдавские политики не могут усидеть. Будь то правый, будь то левый, будь то власть, будь то оппозиция. Вот такая в целом у нас ситуация. А почему так, господин Волницкий? Вот вы знаете, я общаюсь с представителями власти и с представителями оппозиции по долгу своей службы. Вот представители власти говорят, оппозиция возмущается, у нас сегодня ситуация намного лучше, чем в других странах. Оппозиция возмущается и хочет заседание парламента, потому что им нужен пиар, им нужна трибуна. Представители оппозиции говорят, что они не согласны с этим, что у нас все ужасно плохо и что, значит, господин президент объявил об этом моратории, потому что хочет пиариться только он. То есть я вам говорю вот напрямую, как рассуждают эти политические мужи. Кто из них прав, на ваш взгляд? Ну, скажем так, мне понятно, что сделал господин президент Дадон. Просто власти не хватает на данном этапе усилий для того, чтобы бороться сразу на двух фронтах. И с эпидемией, и с политическими оппонентами. С этой точки зрения, конечно, оправдана инициатива президента Дадона. С другой точки зрения, я бы, если был бы пиарщиком молдавской оппозиции, или был бы молдавской оппозиции, их представителем, я бы спросил, а господин Дадон, извините, что вы имеете в виду под мораторием? Возможно, вы имеете в виду то, что нам не подходит. А возможно ли, господин Дадон, чтобы в это понятие мораторий на политические темы мы внесем? Первое, второе и третье. Вот тогда и придем в консенсус и посмотрим, можно ли этот мораторий, в принципе, принять. Здесь речь идет о том, что отсутствует политический диалог. Наши политики, опять, будь то власть, будь то оппозиция, привыкли кричать друг на друга, упрекать друг друга, критиковать друг друга, но ни разу не попытались, ну, за редкими исключениями, не попытались вести нормальный цивилизованный диалог. Я наблюдаю, я из тех, которые практически очень мало спит ночами, я смотрю все телеканалы, особенно западные, в этот трудный для всей планеты период. Я вам скажу, что я нигде не увидел такой ожесточенной борьбы на фоне эпидемии, политической борьбы, какую наблюдаю в Молдове. Я опять говорю, здесь не идет речь права власть, права оппозиции, а не права власть или не права оппозиции. Это не столь важно. Важно то, что опять тест на политическую зрелость провален всем политическим классом. Спасибо, господин Волнецкий. Господин Чуря, хотела бы попросить вас прокомментировать это предложение по мораторию на политические дебаты. Ну, я сразу отреагирую на то, что сказал господин Волнецкий. Не знаю, слышит ли он меня или нет. Слышит, слышит, он остается на связи. Но я не согласен вот с этим таким подходом. Во-первых, я вам скажу, что в некоторых европейских странах идет ожесточеннейшая борьба, продолжает идти. Я могу только вот сказать про Испанию. Да, они сформировали правительство с грехом пополам, они сформировали во время пандемии. Сейчас оппозиция притихла. Но она притихла именно потому, что понимает, что правительство настолько слабо, что если оппозиция начнет еще ее критиковать, то там просто все развалится. Вот только это не дает оппозиции развернуться. Мы видели, как вела себя оппозиция и власть в Румынии. Некоторые бы сказали, что абсолютно безответственно. Они там то назначали премьер-министра, то потом и отказывались от него. Мы видим, что происходит в Украине. Там тоже принимается организация. Ну как, господин Чуря, вы буквально где-то, мы с вами общались, не помню сколько недель назад, вы с таким восхищением рассказывали о Тимошенко, которая там объявила. Ну, Тимошенко это как отдельная история. То есть она заявила, но там после этого произошли очень интересные события, когда тоже с трудом были назначены два министра. Они не могли назначить в начале эпидемии, они не могли назначить министра здравоохранения. Тоже с трудом пришли все-таки к какому-то знаменателю. То есть то, что, ну, возьмите ситуацию в Молдове. У нас оппозиция тоже, в принципе, у нее нет возможности сейчас политически влиять на события. Ведь парламента-то нету как такового. Объявлено чрезвычайное положение. Поэтому они хотят вернуться. Это можно понять к определенному парламентскому контролю для того, чтобы иметь какие-то рычаги публичного влияния. Я могу сказать, что, видимо, вот это поведение оппозиции, попытка возобновить политическую борьбу, она вызвана в первую очередь тем, что ситуация с коронавирусом у нас пока что не настолько плоха. И это дает определенную возможность и право оппозиции и критиковать, и что, например, в Испании невозможно. Потому что в случае, если там начнется настоящая политическая битва, то все рухнет. У нас все держится. Это означает, что правительство... Ответ на ваш вопрос. Ситуация под контролем или нет? Так сразу не ответишь. Но когда ты видишь, что оппозиция позволяет себя во время чрезвычайного положения критиковать, вести определенную политическую борьбу, а правительство на это не реагирует, это значит, что ситуация еще под контролем. То есть политический фактор, вот эта возня бульдогов, она не мешает... Я вас понял. Работу правительства. Работу правительства. То есть, в принципе, ситуация не столь критична, как, мне кажется, господин Волницкий ее представил. Понятно. Господин Волницкий, а вас вот хотела спросить... Я говорила на эту тему с господином Андреевским по поводу заявлений господина Дьякова, которые прошли на прошлой неделе. Ну, я говорила господину Андреевскому, что я связывала с господином Дьяковым. Он сказал, что его позиция о том, чтобы президент избирался в парламенте, была на протяжении всей его политической деятельности, и он придерживался этой позиции. Именно поэтому он опубликовал вот такой пост на прошлой неделе в Фейсбуке. Позже господин Дьяков его удалил. Господин Павел Филипп высказался, что это было единоличное мнение господина Дьякова, оно никак не... Значит, его не поддерживает... Это не значит, что его поддерживает руководство Демпартии и вся демократическая партия. Как вы считаете, вот в связи с пандемией, в связи с этими процессами, возможно ли то, что изменит процедуру избрания президента? Я, кстати, напомню, что законодательно это можно сейчас делать только через Конституционный суд. Тогда вкладываемся в сроки. То есть можно и через парламент, тогда это будет довольно-таки долго. Сейчас это возможно сделать только через Конституционный суд, который отменит решение 2016 года. Да? 2016 года. Да. Вы знаете, во-первых, одно маленькое уточнение. Дмитрий Георгиевич, конечно, прав, когда он говорит. Он говорит сущий прав, когда он говорит, что на протяжении всей своей политической карьеры он был приверженец именно такого способа избрания президента. То есть в парламенте. Господин Диаков является один из тех политиков, которые продвигали Конституционную реформу от 5 июля 2000 года. Я прекрасно помню то заседание, на которое господин Диаков тогда был один. Он был лидер партии. Он был один из лидеров партии, которые составляли политическое большинство на том этапе. Я сидел в зале для заседания, и господин Диаков тогда еще продвигал 5 июля 2000 года процедуру избрания президента в парламенте. Он говорит правду, и он ничуть не лукавит. Я это могу совершенно открыто сказать, потому что я наблюдаю за этим политиком на протяжении многих лет, уже где-то 23 или 24 года, если я не ошибаюсь. И, кстати, он всегда придерживался этой идеи. Почему он ее высказал сейчас? Я думаю, что господин Диаков неправильно выбрал время, потому что сейчас, когда многие задаются вопросом, а не ли будет использована ситуация диурдженции, старые диурдженции для того, чтобы что-то поменять, какие-то сценарии по президентским выборам. То есть период был выбран неподходящим. Но в основном господин Диаков прав, когда защищает точку зрения, которую защищал на протяжении минимум двух десятилетий. Сейчас возможно ли это, или как это произойдет? Вы знаете, я бы поставил вопрос не только, если в парламенте найдутся, если у парламента нужный период времени для того, чтобы продвинуть такую реформу. Я думаю, что в парламенте не найдутся даже голоса для того, чтобы поменять Конституцию. Для этого нужно 68 голосов. На данном этапе правящего большинства таких голосов нет. Если, конечно, в данной ситуации ничего нельзя исключать. Я не думаю, что кто-то из политиков, если и социалисты, и демократы, как партии, составляющие парламентское большинство, конечно, они не заинтересованы в том, чтобы поменять процедуру избрания президента. Потому что это может дать совсем другой эффект, чем тот, который ожидается. Потому что это может дать определенный мотив оппозиции, вести себя в определенном стиле в последующие месяцы. Не секрет, что оппозиция ищет повода, чтобы вывести людей на улицу после того, как закончатся старые дюрдженцы. Более подходящего мотива им уже не найти. Конечно, нам еще не хватало такого периода бурной политической нестабильности после того, как мы выберемся из этой пандемии или из первой волны этой пандемии. Конечно, все это нельзя допустить. Я думаю, что это понимает и руководство страны, и руководство демократической партии, и руководство партии социалистов. Просто господин Дьяков высказался не вовремя. Но возможно ли это в принципе? Я думаю, что осенью станет ясно. Возможно, будет какой-нибудь компромисс. Если, я не знаю, если будет вторая волна этой пандемии, или первая не закончится, возможно, придется принимать нестандартные политические решения. А нестандартные политические решения могут иметь любую форму, даже ту форму, которую огласил господин Дьяков. Но на этом этапе преждевременно говорить, что что-то уже там, какой-то сценарий запущен, и что он даст какого-то результата. В связи с этим, по вашим ощущениям, господин Волницкий, вы смотрите статистику и мониторинг других стран. Как долго продлится этот кризис у нас в стране? Вы знаете, я не специалист, и я думаю, что даже специалисты на данном этапе, эпидемиологи, не могут сказать точно. Этого не могут сказать даже итальянцы, даже немцы со своей продвинутой медицинской системой. Этого не могут сказать даже американцы. Поэтому я бы не взялся сделать какие-либо прогнозы. Но если честно, я надеюсь, я могу только выразить надежду, что первая эта волна, если допустить, что будет и вторая, продлится не позже июня месяца. Потому что иначе на преодоление последствий, в первую очередь экономических последствий и социальных последствий, уйдет намного больше времени, чем на данном этапе планировалось. Если на данном этапе говорят, что преодолеть последствия, и в случае, если эта пандемия, первая волна закончится, скажем, в июне, нужно будет для преодоления последствий 3-4 года, то даже, боюсь, предположить, сколько лет нам понадобится, в случае, если эта пандемия или первая ее волна затянется больше, чем июня месяца. Понятно, спасибо. Господин Чуря, вы хотели бы что-то по этому вопросу сказать? По как долго прогноз? Нет, нет, по избранию президента. Нет, такой вопрос не особенно хотел бы высказаться. Вы знаете, господин Дьякова тоже наверняка лично уже много лет следите за ним. Я понимаю, но мне кажется, правильно была реакция политиков и господина Филиппа, и, я думаю, и социалистов. Партия социалистов выступила заявлением о том, что они за прямые выборы. Да, да, да. То есть, господин Дьяков поднял не вовремя этот вопрос, и обсуждать его я не вижу никакого смысла. А другие комментаторы очень активно это подхватили. Например, Штефан Глигар, кажется, вчера он заявил о том, что это идет игра политическая определенная. Вот именно поэтому господин Дьяков и стер эту информацию, потому что это была, скорее, его политической ошибкой. Ведь это не позиция, скорее всего, социалистов и альянсов. Всего альянса. И поэтому, высказав свою точку зрения, он попал в просаг и был вынужден стереть эту информацию, потому что во время коронавируса обсуждать этот вопрос, это даже и нет смысла, в какой-то мере неприлично. То есть, я думаю, он поторопился и понял об этом, и стер эту информацию, особенно ему, наверное, в партии подсказали. То есть, неудачный был сброс собственной точки зрения. А то, что это его точка зрения, это подтвердили комментаторы. И я не вижу смысла социалистам обсуждать и думать сейчас об этом вопросе. Что вы можете сказать по поводу идеи господина Андреевского, что президентские выборы должны быть всенародными, и они должны пройти одновременно с парламентскими досрочными выборами. Насколько это реальная перспектива? Но я не вижу, и мне кажется, господин Андреевский должен лучше объяснить, почему он хочет параллельных досрочных парламентских выборов. Он сказал, что есть какие-то опросы, которые говорят о том, что народ готов выйти на улицу. Я не знаю, про какие опросы он говорит. И я не понимаю, как во время коронавируса можно говорить о каких-то опросах, которые говорят о том, что люди хотят выйти на улицу и протестовать. Мне кажется, господин Андреевский плохо объяснил свою позицию, поэтому я размышлять над этой позицией не вижу тоже никакого смысла. Господин Волницкий, что можете сказать вы? Реальны ли вообще досрочные парламентские выборы одновременно с проведением президентских выборов? Молдова страна чудес. В Молдове все может происходить. Мы видели на примере 2019 года, какие трюки могут делать политики, как может поменяться ситуация буквально за ночь. Но я бы хотел сказать другое. Конечно, нынешнее большинство состоит, если я не ошибаюсь, из 59 депутатов. Это не так уж и много. В условиях, когда в Молдавском парламенте происходят такие движения, что любой химик может перекреститься, и он такой не увидит даже своих химических реакций, конечно, все можно допустить. Но с другой точки зрения, насколько бы это было хорошо для Молдовы, это было бы губительно для Молдовы. Если бы парламент не продержался до конца своего мандата, в условиях, когда нам придется преодолеть очень трудные последствия этой эпидемии, этой пандемии, организация парламентских выборов, это будет, конечно, означать чуть ли не катастрофа для Молдовы. Хотя я допускаю, Молдова страна чудес. Я повторюсь, все возможно. А теоретически, что может заставить сегодня парламентское большинство пойти на досрочные парламентские выборы? Только расформирование парламентского большинства. И в этих условиях, конечно, новый правительственный кризис может появиться на горизонте, если можно так сказать. И неспособность утверждения нового правительства, потому что другие случаи, один из них уже исключен после 2016 года, парламент не может сам распуститься. Но до 2016 года его можно было распустить в случае неизбрания президента, и он ни разу распускался. И в 2000 году распускался, и в 2010 году распускался. Поэтому сейчас этой возможности нет. Но остались две другие. В условиях, когда парламент в течение трех месяцев не принимает ни одного знака закона, если я не ошибаюсь, так как в нашем законодательстве, в условиях, когда не может утвердить правительство. В условиях, когда нету, практически нельзя допустить, что в течение трех месяцев не принимается ни один закон. Остается только ставка правительства и неспособность нового правительства инвестировать в должность. Понятно. И последний вопрос, который бы я хотела обсудить с вами, уважаемые гости. Значит, напомню, что принимают определенное количество людей в сутки за рубежа. Значит, оппозиция, конечно, считает, что нарушаются конституционные права граждан на передвижение. Они считают, что принимают очень маленькое количество людей за рубежа. Некоторые считают, что вообще нужно перекрыть въезд даже нашим гражданам. Хотела бы, чтобы вы прокомментировали. Господин Чурья, давайте начнем с вас. Ну, оппозиция не учитывает один фактор. Хотя она, конечно, имеет право высказывать свои претензии. В стране введено чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение — это близкая ситуация к диктатуре. Правительство вправе нарушать права людей, если посчитает нужное правительство или вот эта комиссия по чрезвычайной ситуации, права индивидуумов, граждан, в случае, если это считается нужным для решения определенной проблемы. На то диктатура и устанавливается в данном случае, чтобы решить вот эти проблемы, связанные с рисками пандемии. Поэтому, конечно, оппозиция может высказывать эти претензии, может быть недовольной, но, я скажу иначе, правительство, комиссия имеет право ставить преграды для прав человека в этой нынешней ситуации. Кстати, мы и проинформировали Советы Европы в том, что мы нарушаем, не то, что нарушаем, но мы приостанавливаем наше соглашение по поводу прав человека. Поэтому чисто юридически правительство защищено и имеет право действовать таким образом. Господин Волницкий, что можете сказать вы? Ну, по поводу диаспоры, возвращения граждан домой. Я думаю, что когда мы говорим о диаспоре, нужно выделить две очень четкие категории людей, которые молдаваны, гражданам, которые находятся за рубежом. Это те, которые уже обосновались там. Они имеют некоторый свой бизнес, другие купили свои дома, имеют стабильное рабочее место. Они платят налоги в бюджет этих стран, где обосновались. Это первая категория. Вторая категория – это сезонники, те, которые идут на заработки. Кто на три месяца, кто от случая к случаю, когда появляется возможность. Вот сейчас кто возвращается домой? Сезонники возвращаются. Не те, которые в классическом смысле слова «диаспора» называют диаспорой. Те остаются там. Они в определенной мере защищены законодательством тех государств, и они участвуют и в формировании бюджета, и в формировании социального бюджета, и в формировании медицинских бюджетов, медицинского страхования. Те, эта категория защищены. И вторая категория – те, которые остались без рабочего места. Естественно, они не имеют возможности оплатить ни за жилье, ни за пропитание, вообще ни за что. Вот этих людей, конечно, к ним надо относиться с большим пониманием. Ну, конечно, и они по возвращению домой должны понимать, что если в определенный момент им понадобилась помощь государства, она может понадобиться и завтра. А то государство может помочь своим гражданам, которые являются сильным государством. А для того, чтобы государство было сильным, конечно, люди должны выплачивать налоги, участвовать в формировании основных бюджетов. Вот как-то так. Господин Волницкий, последний вопрос, который я хочу вам задать. Меня очень впечатлил тот момент, мы как-то с вами общались, вы рассказывали о том, что вы занимались подбором кадров для крупных очень корпораций, компаний, которые у нас в стране представлены. И вы тогда говорили о том, что они предлагали заработную плату в 300 евро и полный социальный пакет. 350. 350. И эти люди даже не хотели разговаривать на эту тему, им казалось, что это очень мало и что это не для них и не про них. Что сейчас будет делать то крупное количество диаспоры, которая вернулась из-за рубежа домой? Где они будут себя искать? Что они будут дальше делать? Я думаю, что они сказали, что пришли на короткое время. Они сказали, что пришли на короткое время, но вы знаете, у меня есть подруга, которая живет во Франции, и она говорит, что когда я ей сказала, что в мае этот кризис закончится, она мне выразила, что я чуть ли не сумасшедший человек и просто сказала чисто из приличия, что я слишком большой оптимист. Ну, здесь по поводу того, что Корнеан, господин Чуря, сказал одно маленькое замечание. Может быть, кто-то и хочет прийти на короткое время, но ситуация изменится. Во-первых, с рабочими местами ситуация в европейских странах будет уже не та, которая была до пандемии. Во-вторых, у тех, которые пережили этот шок, когда они просто оказались на улице и не смогли возвращаться домой, возникнут определенные психологические барьеры. И поверьте, им не так легко будет решиться вернуться опять в те страны, которые они покинули в этот период, трудный период для этих стран. Ну, конечно, есть и третий момент, и он меня особо радует. Я один из тех, который хочет, чтобы наши молдаване, наши граждане вернулись домой и участвовали активно в социальной, экономической, политической жизни страны. И в самом деле, я могу вам сказать, я руководитель одной компании, которая занимается в том числе и рекрутингом, то есть подбором рабочей силы для крупных инвесторов, в основном немецких, японских инвесторов в Молдове. И мне было обидно, честно, было обидно, когда нашим гражданам предлагали 350 евро зарплата, и это не одна фабрика, это несколько фабриков. Только в прошлом году мы с тремя такими фабриками работали. Их обеспечивали транспортом в радиусе 60 километров от фабрики. Их обеспечивали полными медицинскими социальными пакетами. Их обеспечивали едой за счет предприятия. Это помимо той зарплаты 350 евро. И мы их не находили. Для одного предприятия, не буду называть, чтобы это не считалось как реклама, для одного предприятия в Аргееве мы дошли до того, что подбирали рабочую силу в Рыбнице, в Дубасарах, на левом берегу Днестра. Люди переходили мост, например, эти, которые с Рыбницы переходили в резину. Мы их там, ну как, фабрика, мы помогали в подборе, а фабрика уже логистику все устраивала. И фабрика сажала их на микроавтобусы и привозила из резины каждый день в Аргееве. Потому что в Аргееве, в Шолденеште, в Теленеште, то есть те районы, которые примыкали к Аргееву, были в зоне действия этой фабрики. Их просто было не найти, рабочих, потому что все они были за рубежом. Конечно, ситуация изменится. И меня это, честно, сильно радует. Радует даже, даже если учитывать тот факт, что моя компания потеряет заказы на рекрутинг, потому что эти люди уже будут чуть ли не у дверей фабрики стоять и просить рабочее место. Я, конечно, как руководитель компании, моя компания потеряет. Но я рад за людей, за страну, потому что они будут работать здесь. Пусть не за 600, не за 800 евро, за 350, но будут работать у себя дома и быть вместе со своими семьями, участвовать активно в социальной, экономической и политической жизни. Господин Молницкий, то есть вы уверяете, что с рабочими местами у нас проблем не будет? Будут, но не такие большие, как было до сих пор. Понятно. Господин Молницкий, спасибо вам огромное за интересные исчерпывающие ответы. Господин Чурев, вы по этому вопросу хотели бы что-то добавить. Найдет ли себя диаспора в нашей стране? Но она, если ее заставят, ситуация, она не сможет вернуться в Италию, в Испанию. Кстати, Виталия сейчас пытается создать возможности для возвращения мигрантов. Если этого не будет, тогда, конечно, они получат работу по меньшей цене, чем раньше. Это, конечно, будет означать понижение уровня жизни для них. Но господин Молницкий будет рад этому. Но они останутся дома. Но они останутся дома, да. Понятно. И господин Молницкий обязательно найдет им место работы, поможет, по крайней мере. Господин Молницкий, по этому вопросу, думаю, мы с вами еще не раз свяжемся. Спасибо вам еще раз огромное за то, что нашли время и стали гостем в нашей студии. Господин Чуря, также я благодарна вам, дорогие телезрители. Напомню, что в прямом эфире была программа «Главная». Мы с вами встретимся в субботу. Мы будем продолжать работать для вас. Я желаю вам хорошего вечера. Берегите, пожалуйста, себя. Оставайтесь дома. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...